привет друзья это канал шоу 74 я снова рядом со своей любимой баночкой и сегодня мы начнем говорить о населении моего аквариума а потом может быть и не только моего аквариума но начнем все-таки разбирать именно тех зверюк которые питают меня не только в общем аквариум и маленьких я буду рассказывать немножко своего опыта немножко общих характеристик о которых я узнал в интернете других аквариумистов так далее мы с вами будем разбирать отдельно каждый вид с которым я когда-либо сталкивался или сталкиваюсь или который живет именно у нас в нашем маленьком аквариумном комплексе начнем мы с одной замечательной рыбки которые нет нашим большом аквариум называется она сапфировый попугай название на самом деле очень много полосатый попугай сапфировый попугай чернополосый попугай говорят что это селекционная форма появилась она только в 2016 году ее представили на выставке где-то в тайване ну насколько я понимаю это действительно селекция селекция нескольких видов циклит даже надо сказать циклозом сто процентов где-то в родственниках есть чернополосая циклозома который очень многие знают и свое время те же самые 80 и 90 чернополосая циклозома была прямо очень редкая рыба и интересный потому что циклит держали очень мало и казалось держать циклит дома в аквариуме прямо как несбыточная мечта но сейчас все это открыто возможно и постоянно появляются какие-то новые виды новые подвиды новые разновидности как например с 1 в отличие от своих родственников чернополосая циклозома я не знаю с кем еще скристили может быть красный попугай там еще кто-то остается секретом для абсолютно всех знают наверняка только те кто их вывел но их местоположение мнения по этому поводу тоже неизвестно получилось рыбка очень маленькая максимум достигает 6 сантиметров в основном это от 4 до 5 сантиметров взрослой особи естественно самцы чуть крупнее самочки чуть меньше ну и в настоящий момент есть несколько разных вариаций этих рыбок цветовом оттенки это такой небесно-голубой оттенок с черными полосами или даже пятнами варианты разные и есть еще белая форма но белая форма говорят что ее выделили прямо какой-то самостоятельный вид поэтому сегодня поговорим именно о сапфиру напугая который вот у меня в наличии во всяком случае есть ну начнем наверное с того что мы приобрели сапфиру напугая сразу же несколько штук так пачечкой как рекомендуют того чтобы из все-таки небольшой стайки стайка у нас было четыре штучки небольшая стайки из этой стайки смогла определиться если повезет парочка как у нас получилось у нас оказалось три самки и один самец вот парочка сложилась парочка начала пытаться не реститься во всяком случае самец и начал заигрывать перед самкой а две самки остались обиженными в сторонке их постоянно гоняли ждали их пришлось отдать различить по полос от первого попугая можно только уже в зрелом возрасте причем зрелого возраста они как оказалось достигают очень быстро у нас первый есть мы получили ну где-то три с половиной максимум четыре месяца было нашим маленьким существа вот самка становится такой более полный более пухлой от набранной икры сразу видно и у нее краснеет брюшка вернее не совсем красная такого кирпичного цвета самцы как уже более крупные ведут себя более агрессивно но в общем если пара выделяется и стоит это сразу видно попугай панда скажу так нет не самая активная рыба и не очень агрессивная уживаются они со многими рыбками и даже с маленькими с теми же самыми губ и парациновыми данью и так далее совершенно не будут никак замечать сотников типа анциструсов но все кардинально конечно меняется период месяца когда самочка начинает ходить с икрой самец начинает переоберегать потом они уже откладывают потомство откладывается самочка откладывается икра могут отложить на стенку аквариума ну скорее всего это все происходит каком-нибудь гроте если у нас есть грот трубка и так далее на стенке аквариума прилепляет самка икру самец ее плодотворяет и потом они бережно охраняют место своего нереста место гнездования скажем так отгоняют всех остальных рыб причем делают это очень усердно даже добираются через толщу воды до тех же самых до него которые или губки которые плавают как всегда вы знаете по поверхности и достается даже им поэтому в этот момент становится сложно кого-то содержать вместе с попугайками буквально через пару дней из икринок вылупляются личинки маленькие малечки которых тоже наберегает мама с папой и отец обычно охраняет вход в год мать постоянно обмахивает плавниками перекладывает с места на место мальков через еще буквально там полтора суток мальки начинают кушать когда у них рассасывается желточный мешок и родители начинают уже их кормить они переносят клювом пастью переносят мальков выкапывают где-нибудь ямку грунте если есть грунт песочек и желательно мелкий выкапывают ямку туда переносит они свое потомство разжевывают для них пищу плюются прям в них кусочками еды постоянно поднимают кусочки еды взмахами плавников со дна вот и таким образом кормят своих мальков покормили хватает сразу по нескольку штук снова в рот и заносит их обратно в год таким образом охраняет сохраняет так далее такие периодические прогулки совершаются очень интересно смотреть о такой заботе маленьких существ за своим потомством ну вот в нашем случае несколько раз уже происходил нерест самый первый нерест вообще произошел для нас совершенно неожиданно и у нас такое впечатление что игру со стенок съела крупная ампулярия она была очень крупная заползла в грудь и я так понимаю что родители еще тогда они были у нас совсем маленькими не смогли прогнать вот и на следующий день мы уже и крылью увидели потом получилось следующее потомство из которого выжило у нас всего 7 штучек они уже достаточно взросленькие такие ребята мне пришлось отобрать потому что в аквариуме мы поймали какой-то грибок пришлось полностью аквариум практически перезапускать вот но 9 штучек у нас сохранилась третий раз ребята у нас совсем потом что потеряли то есть непонятно по каким причинам вот и стали очень сильно в этот момент обижать семиков коридорцев которые с ними благополучно проживали вот нас осталось они как жалко мы переселили другой аквариум поэтому сейчас у нас вот парочка существует уже четвертым четвертым потомством вот придали уже будут у нас в аквариуме и 2 попугая которые воспитывают сейчас свое потомство мальчиш достаточно крупные но я хочу задать тем кто вопрос тем кто содержал когда-то попугай по ним не успешно размножались почему-то сохраняется далеко не все потомство то есть у нас осталось процентов 30 наверно от начального количества малька который вылупилась я уж не говорю о том какое количество икры икры было там точно больше сотни вылупилась где-то там не знаю что наверно 60 сейчас плавает вот наверное 20 максимум почему они пропадают куда они пропадают и сейчас уже никакой агрессивной среды нет плавать буквально передание очень мелкие ампулярии и вот пара сапирует попугай куда деваются мальки почему они погибают самка может набрать икру в то время когда еще воспитывают мальков и мальки очень маленькие сразу становится видно самка снова пукла основа кирпичного цвета брюшка и она обязательно отложит икру не знаю оплодотворяется в этот момент игра или нет родители заняты очень сильно воспитанием своего потомства буквально день-два висит икра и я так понимаю что они ее самостоятельно съедают потому что заботится сразу двух поколений потомство наверняка у них не получается одни очень маленькие вырастают вот таким образом это происходит песне есть происходит чаще чем вырастают мальки одного поколения рыбка как я уже говорил не очень агрессивная достаточно пугливая когда переселяешь в новое помещение новый аквариум может очень долго забиться в угол привыкать и так далее а резкие движения пугают тоже вот но в любом случае хозяина привыкает видит руки как и многие циклили уже ассоциирует время кормления какие-то определенные действия перед кормлением до подтягивается для того чтобы кушать по условиям содержания очень неприхотливая рыба может адаптироваться ко многим параметрам воды поэтому нету прям такой надобности там заботиться о постоянном соблюдении и аж там жесткости и так далее по температуре спокойно выносит от 18 до 32 градусов ну понятно что оптимально как и для многих аквариумных рыбок это все-таки 24-28 градусов цельсия вот такой температурный режим конечно же обязательно фильтрация обязательно аэрация ну и объем для одной парочки где-то литров от 50 должен начинаться лучше конечно же 60-80 литров когда они себя комфортно чувствуют и спокойно воспитывают потомство нет для них вообще никакого значения какой будет грунт вот но мы конкретно как у нас везде во всех наших принципе паночках застелили белой партии кусочек или достаточно удачно все у нас не получилось самое главное чтобы грунта не было ухо острых краев как и принципе любой аквариумной рыбки чтобы брать не могли пораниться очень хорошо они соседствуют с любыми водными аквариумными растениями они их не портят не трогают как я уже говорил сапфировые попугай совместимы с разными рыбками это какие-то небольшие циклины те же самые барбусы данио тетры интернеты и так далее самое главное чтобы рыбка не было очень мелкой ну например взрослые особи так которые достигли 5 сантиметров спокойно могут проглотить тех же самых покупки англеры с размером по размеру рыбок естественно и совместимость непонятно что было совместимость хотя бы более-менее по параметрам все-таки водички потому что допустим с африканскими циклами совмещать не получится во первых они слишком маленькие для жизни с африканскими циклами во вторых очень большая разница в жесткости воде майка мы выкармливали помогали выкармливать родителям замороженным циклопом замороженной артемии инфузорий у нас не было но по опыту говорят что инфузория особо и не нужно возможно из-за этого может у нас часть потомстве не пропадает и все-таки первые пару дней нужно подкармливать мальков инфузорий если это так напишите пожалуйста комментарии возьмем на заметку будем пытаться разводить дуфельку продолжительность жизни этой замечательной рыбки где-то провели 10 лет может прожить даже и дольше сейчас очень сложно говорить об этом потому что рыбка появилась ну как вы знаете всего лишь в 2016 году вот в восемнадцатом году она начала распространяться по всему миру то есть у кого она живет 10 лет еще непонятно плодятся очень часто с большой скоростью первое время говорю мист и поговорим из-то очень захватил сапирой попугай было интересно но сейчас уже интерес ослабел пропал потому что во первых размножаются домашних условиях очень легко во вторых ну наверное просто насмотрелись на елись также как на полосах но несмотря на это рыбку советую прям даже начинающим любителям аквариумистам если хотите посмотреть полный процесс жизни своих питомцев до парочку за первых попугаев стоило бы наверное с этого начинать дорогие друзья ну что же такая вот интересная рыбка с которой мы начали буду выкладывать видео о других наших жителях подробненько буду рассказывать о каждом виде еще раз хочу всех попросить если что-то говорю неправильно допуская какие-то ошибки или у вас есть еще какие-то дополнительные сведения пожалуйста пишите комментарии я всегда рад дополнением каким-то может быть замечанием так далее все пока пока всем хорошего настроения я буду видеть Субтитры подогнал «Симон»